Здравствуйте, товарищи! Сегодня обойдемся слайдами и закадровым голосом. У нас вторая глава третьего раздела. Категория реальная мера, отношение мер, узловая линия мер и безмерие. Материальная вещь – это самостоятельное нечто, состоящее из некоего соотношения мер определенных количеств с присущими ими качествами. Переводя на наши яблоки, материальная вещь – это фрукт, состоящий из определенного количества клеток растения, имеющих качество спелого плода. Или, если выражаться яблоко при помощи интенсивной величины, то это фрукт, состоящий из долек яблока в количестве 360 градусов. Соединяя две вещи друг с другом, мы получаем разные отношения и показатели. Отношение между несколькими вещами дает некое избирательное сродство. У разных вещей найдется какая-то общая мера, то есть сродство. Гегель в качестве примера приводит химические реакции, но мы упорно продолжим применять диалектику к яблокам. Соединяя плоды разных сортов в один ящик, мы должны концентрировать, что они в чем-то сродни. Хотя на генетическом уровне-то все яблоки разные. Так как ящик яблок будет продан на базаре, то общая мера сроса в данном случае – это масса. Продавать яблоки будут по весу плодов, а не по отдельным уникальным единицам или отдельным уникальным вещам. Вещь, она же самостоятельная реальность, состоит из определенного количества, которое может меняться и переходить границу меры. При пересечении границы она становится новым качеством. Это называется узловой линией отношения мер. Ее пересечение отдает нам новое нечто. А оно в свою очередь перерастает в следующее нечто, в следующую вещь. И так может происходить до бесконечности. Пример с переходом границы удельного яблока мы уже рассматривали. Когда степень накопления сахаров в плоде приводит к его созазреванию, а процесс брожения в спелом яблоке приводит к его гниению. На этот раз рассмотрим ящик яблок. Когда яблоки складывают ящик, то рано или поздно достигают границы объемов ящика, когда больше фруктов в него уже не поместится. Мы достигли некую узловую линию. Эту линию можно пересечь. Достаточно только приложить немного усилий и запихать в ящик еще несколько яблок. Подобное усилие приведет к сжатию содержимого ящика, и оно превратится в яблочное пюре. Можно притащить пресс и продолжить наполнять ящик с яблочным пюре новыми фруктами. Под действием высокого давления содержимое начнет нагреваться и запечет яблоки в пастилу. Таким образом мы пересечем еще одну узловую линию и получим качественно новую вещь. Ящик яблочной пастилы. При этом постепенные количественные изменения внешне безразличны, но они прерываются при переходе границы и превращаются в новое нечто. Такой переход принято называть скачком, и происходит он через узловую линию. Без мерия. Так как в мире есть количество, то мы должны учитывать наличие и количественные бесконечности, то есть непрерывность определенного количества. А еще существует качественная бесконечность. Проявление бесконечного в конечном. Соединяя вместе обе бесконечности в одну вещь, мы получаем материальный переход качества из одного существования в другое с изменением некого соотношения. Проще говоря, мы взяли две различные бесконечности из прошлых глав и рассмотрели их в категории мера. То есть там, где сходятся категории количества и качества, а значит и их бесконечные моменты. Соединяя вместе две бесконечности, мы выходим за границы вещества. Так у нас в бесконечности качественный скачок соединились наконец в материальных вещах. Если до этого мы говорили об абстрактных вещах, то теперь мы рассматриваем окружающую природу. В примещании к этой главе Гигель как раз и поднимает вопросы существования скачков в окружающем мире. Он взял в пример математику, химию, физику. В математике все должны помнить натуральные числа, в химии все помнят разные окислы железа. А в физике переход из одного агрегата состояние в другое. То есть когда воду нагревают, и она закипает, выкипает, или когда она замерзает. Мы же остаемся верны нашим яблокам. Вот у нас есть бесконечный цикл воспроизводства яблок. Но мы люди взрослые и знаем законы биологии. На каждом новом витке в ДНК яблони накапливаются количественные изменения. Называется это дело эволюцией, постепенным изменением. Означает ли это постепенное изменение количества мутаций в генах, что в яблони не может быть скачка качественных изменений? Конечно же нет. В этом легко видится, внимательно присмотревшись к семейству розовоцветых, куда входят не только яблоки, но еще груши, вишни, сливы и тому подобное. Когда-то у них был общий предок. Его представители накопили большое количество генетических мутаций и превратились в новые рода растений. Новые растения качественно различны между собой. Они перешли в новое качество и продолжают развиваться, давая новые сорта яблок или новые сорта груш. Тем самым демонстрируя нам наличие скачка в циклах воспроизводства растения. Качественный скачок еще называют революцией. Из таких маленьких революций, как появление яблоки с новыми качествами, и состоит эволюция. Не надо считать эволюцию процессом постепенных изменений. Эволюция это серия качественных изменений, то есть серия скачков. Спасибо за внимание.